здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу вам показать мой любимый способ наращивания корневой системы с помощью живого мха посмотрите какая прелесть у меня была возможность попасть в лес и я набрала немножко мха не для продажи для своих любимых орхидею шик у меня собралась немножко орхидей с плохой корневой системы и хочу вам показать как я наращиваю уже не первый год мне есть очень много видео посмотрите как нарастают корешочки с помощью живого мха как я собирала мох я вам тоже оставлю ссылку на видео посмотрите какой мог я собираю и где это хвойный лес я зашла и вот такой пучок моха прекрасный достался мне для наращивания корневой системы для начала я вам покажу вот у меня есть две орхидейки не с ужасной корневой системы но она плохая и мне нужно нарастить если я посажу в кору они могут немножко не понять меня и испортить свою корневую систему не наращивать дальше видите а вот это 2 орхидеечка одна из них леодора 2 попугачьи я держала ее над водой так как с горшка вынула корни были в ужасном состоянии уже подсох корневой стволик шеечка и она гниль свою прекратила нету на то время подожди тихо 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 видео снимать как я буду наращивать корневую систему то вообще без вопросов очень легко берем кашпо немножко воды наливаем берем мох ну так кусочка помещаем сюда живой мог кашпо он дотрагивается воды конечно и ставлю сверху свою орхидейку нет никуда я не впихиваю просто ставлю слегка и все подписываю вот попугайчик и леодора все больше ничего делать не буду в таком состоянии в таком состоянии свою орхидейку оставлю на некоторое время а через время к ней вернемся к этим двума кратцавиц мы посмотрим что у них произошло какие изменения вот час они в таком состоянии и еще хочу вам показать еще одно орхидеечку хочу посажу посадить вот смотрите у меня была орхидеечка в очень плохом состоянии я наращивала ее в тепличке корневую систему и вот у меня получилось видите какие маленькие корешочки у нее проросли листики тургор не восстанавливают они его ведь и ведь вообще тургор не пошел мягкие листики остались вот пошел маленький новенький листочек я вам вставлю видеоролик каком состоянии она была до того как вот эти корешочки пустились в рост то некоторые зрители не врят а вы купили в таком состоянии а придумываете сказки там рассказ какие сказки девочки мальчики смотрите корень весь гнил листья все корни по обрезала стволики гнилой черный и вот молоденькие листочки нарастили переберут для нее вот такой маленький горшочек вставлю сюда мох это будет очень много столько на дно налью водички и посмотрите очень даже красиво эстетично и она будет себя прекрасно чувствовать здесь делаю пальцем углубление вставлю ее чтобы она не повредила свои молодые листочки и вот в таком состоянии будет моя это орхидейка стоять на доращивание корневой системы у нее уже пошли немножко в рост корешочки они пробудились но она очень слабенькая и поэтому ей надо помочь а мог в этом деле ей очень даже неплохо поможем и здесь так же у меня был башмачок они вместе наращивали корневую систему я тоже помещу сюда в уголочек башмачок пусть они раз вместе были так вместе и будут смотрите какая красивая получилась композиция зеленый мох и две орхидеечки правда без корней были бы с корнями было бы еще красивее но ничего тоже немного неплохо смотрится главное чтобы они хорошо себя чувствовали а как я за ними буду ухаживать я вам покажу в следующем видео и какие у них будут результаты тоже вам покажу расскажу будем наблюдать за этими красавицами за вот этим горшочком двумя орхидейками и за этими двумя орхидеечками всем удачи всем пока подписываемся на мой канал остаемся на моем канале и у вас все получится я уверена в этом здравствуйте сосновый лес мы вырвались на природу во время войны покажу вам всю красоту и природу тишина аж в ушах звенит прикольно отдохнуть от всего вороны кричат высота какая растения растут мох вот этот мох я использую для своих орхидей наращиваю корневую систему берете он живой мох обматываете орхидейку она прекрасно укореняется этот мох незаменимая вещь вообще можно под любое растение вот так положить будет влага сохраняться уличное даже растение вот растет вокруг мухом обложили и прекрасно растет ваше растение благодаря этому муху он очень сохраняет хорошо влагу да а в лесу надо ходить с палкой искать грибочки грибочки а вот какой красивый мух мух ммм мамм ммм замечательный сейчас влага пошла вот такой ой какой красивый 30 наше приятный такой мух мух такой мух прям оставить не мог заберу он рвется очень легко потянули и вот вам Клубочек мха уже готовый мне нужен этот мох я его домой заберу Там я вам маленький покажу А это именно Шикарный Вот такой В красоте я побывала Запах Шишки На каждом шагу Воздух такой Прям отдыхает все Грибов нет Не видно Сейчас поищем Даже мухоморов не видно А вот какой-то грибочек Ой, что это? А это листочек Цветочки вот лесные Глухомань Люди явно не ходили Так нигде не протоптано Здесь и страшно ходить Скажу Дятел где-то стучит Красота Неимоверно Дубочки маленькие А вот еще меньше Листья уже желтеют Уже чувствуют осень Где ты, дятел? Дятел, слышишь? Где-то тут, возле моего дерева Местные жители знают, где грибы собирать Они вон повезли на велосипеде Целую турбу с грибами поехала Ну, приехали Никакого гриба нет Вообще Дети грибы Ну, где-то есть Как-то мы приезжали Так грибов было море И мухоморы всякие Тут я остановилась Не говорю Дятла хотела послушать Это звуки природы Все, всем спасибо за внимание Поедем дальше Не только природой любоваться Всем удачи, всем пока Всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok